Практическая психология Практики Практическая психология 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 эмоциональные, они отражаются на состоянии ребёнка, и тогда у него создаётся ощущение, так как он не знает, что есть ещё некий внешний мир, который больше, чем его матка, в которой он живёт, то тогда для него как будто бы рушится весь мир, потому что весь мир для него — это матка. И ребёнок теряет базовое доверие к этому миру, тогда включается, нарушается формирование контроля и опор, и базовое доверие к миру как будто бы формируется ощущение, что мир небезопасен. В итоге получается, что ребёнок вместе с мамой проживает вот все эти состояния, и он их запоминает прямо на телесном уровне. То есть мамины слёзы, мамины переживания, так или иначе, они передаются малышу, который только-только формируется. Когда ребёнок, следующий этап, вот пришло время появляться на свет, это ведь тоже накладывает своего рода отпечаток на тело ребёнка? Безусловно. Всё, что происходит в период изгнания плода, в период родоразрешения, накладывает отпечаток, и то, как бережно принимают руки рождающегося малыша, и то, как мама себя чувствует в этот период, есть ли у него какие-то особенности в протекании беременности, как обвитие поповины, например, как гипоксия. Всё это запоминается на телесном опыте, в каком предложении он рождается, есть ли какие-то трудности в прохождении через родовые пути, особенности родовой деятельности. Всё это, безусловно, запоминается. В итоге получается, что вроде вот счастливая мама держит малыша на руках, и даже то, приложили этого ребёночка к груди или не приложили, унесли сразу, как это делали, например, в советских роддомах, когда разлучали маму отдельно, ребёнок в отдельном отделении новорожденных. И это тоже мы потом видим в результате, когда человек вырастает. Да, потому что тело запоминает некий дефицит тепла, дефицит поддержки, заботы, как будто бы мир, в котором малыш жил в течение 9 месяцев, вот эти тёплые околоплодные воды, температура тела мамы, вдруг меняются на температуру окружающей среды, на какие-то чужие руки, на свет, на необходимость дышать. Мир как будто бы разрушился, и очень важно, есть ли тёплые руки, которые создают ему ощущение безопасности и возможности выживать на физиологическом уровне. Знакомый запах мамы, если она рядом, да? И ласковые слова. Оказывается, вот это тоже один из прямо таких волшебных инструментов, я бы сказала, воздействия на ребёнка. Вот когда говорят о том, что всё имеет значение для малыша, появившегося на свет, очень многие говорят, да что он понимает? Вот он вот сейчас, главное, его кормить, пеленать, ну и как бы заботиться о нём. Но вот из таких мелочей состоит, в общем-то, дальше вообще состояние ребёнка, который вырастает во взрослого, и как он будет относиться к этому миру? Безусловно. Очень интересно есть исследование о том, когда, по-моему, британские учёные, когда деток кормили, за ними ухаживали, они были в тепле и в сухости, и сытые, но за ними ухаживали люди абсолютно безэмоциональные. Они не выражали ни злости, ни агрессии, но не выражали и позитивных эмоций. Детки начинали болеть и вырастали потом психологически травмированными, как раз дефицитом вот этого базового доверия миру, который мы и стремимся восстановить всеми способами. И это очень важно, то, как эмоционально заботится, ну, тот взрослый, который заботится, да, мама. Значимый взрослый, да, иногда это мама, иногда, ну, там, по каким-то причинам мамы нет физически рядом, да, и деток в детдоме даже. Приходят волонтёры просто подержать на руках, дать телесный контакт, потому что им нужно не только пища и тепло, им нужно вот тепло рук, им нужно чувство, им нужна улыбка и вот эмоции, они считывают всё это. И это очень важно, потому что детки действительно не говорят и вроде бы не понимают в нашем взрослом вот этом понимании, да, речь не расценивают вот так, но это некий телесный, как и внутри, внутри мамы, да, во внутриутробном периоде, некий телесный период и некий телесный доречевой опыт, и он записан в теле. Вот смотри, есть в нашей стране, да, потрясающая женщина, да, Виктория... Виктория Аверкиева. Аверкиева, которая сделала волшебную, на мой взгляд, но научно обоснованную методику. Абсолютно. Научно обоснованную практику Виктория Аверкиева – это клинический психолог, мама троих дочерей, совершенно вообще невозможно восхитительная женщина, и эта женщина создала особенную практику абсолютно на научной основе, на основе изучений, если я не ошибаюсь, японских исследований, о реперентинге, то есть переродительствовании и передетствовании, то есть восстановлении внутренней фигуры внутреннего ребёнка и фигуры внутреннего родителя внутри каждого человека. Да, у нас эта методика, эта практика называется «добаюкивание». Так душевно, так тепло сразу же, даже просто когда это слово произносишь. И я прям поделюсь ощущениями, которые я сначала получила сама, когда добаюкала своего младшего сына. Вот давай проговорим, что происходит с человеком, который оказывается вот в этом, например, гамаке, да, если мы её берём, эту практику, в гамаке, но, в принципе, добаюкивают и в простынях, и взрослых тоже, да. Вот в каком состоянии оказывается человек? Человек попадает как раз в этот телесный опыт, как будто бы он находится внутри матки. Он попадает в период перинатального внутриутробного развития, и он может перепрожить этот период. И могут подняться чувства в этот момент, которые абсолютно не анализируются мозгом. Это могут быть как раз те самые мамины чувства, о которых мы говорили вначале, которые отрасились в теле. Состояние тревоги, да, иногда, наоборот, состояние такого спокойствия и блаженства. Мы не знаем, как вы чувствовали себя, но, оказавшись вот в этой практике, вы точно поймёте, что это за ощущения. И они вам однозначно будут нужны, да, потому что это всё вспомнит и ваше тело, и, конечно же, даст прочувствовать сейчас, в настоящее время. Вот смотри, например, мой малыш не знал, что у него было двойное обвитие пуповины. И когда он попал вот в этот гамак, и когда я его докачивала, когда вот это была музыка, сердцебиение, вот этот белый шум, вот это всё, да, он очень сильно там беспокоился и волновался. Он говорит, как будто мне воздуха не хватает. Когда вот уже весь процесс рождения произошёл, я его пестую, глажу, мы с ним разговариваем. И он говорит, мне казалось, что у меня шарфик на шее, хотя ребёнок мой не знал никогда о том, что у него было двойное обвитие пуповины. То есть тело, да, ему показало, что вот у тебя был вот этот момент, и смотри, ты сейчас, да, спокойно дышишь, мы с ним продышали эту историю, что ты сейчас чувствуешь маму, мамино сердце, как оно бьётся. Я дала ему послушать, послушала его сердце. И мне очень понравилось, буквально, знаешь, вот эта ситуация развернулась, я посмотрела, как вот из тревожного мальчика, который, ну, как бы по любому поводу, там, когда ты перейдёшь, да, куда ты пошла, да, что ты сейчас будешь делать, превратился в абсолютно спокойного ребёнка, который говорит, мамочка, пошла? Ладно, пока, я тебя жду. То есть вот для меня вот это был такой, знаешь, ключевой момент, потому что всегда говорят, у тревожных мам тревожные дети, я не тревожная мать. И я всегда удивлялась, почему у меня такой тревожный сын, да. Я с этим ходила сама в личную терапию. И вот эта методика дала мне возможность развязать вот этот узелок, когда тревожный ребёнок превратился в абсолютно спокойного, адекватного, доверяющего, да, и любящего эту жизнь. Безусловно, это как раз, ну, совершенно прекрасный пример того, как разворачивается и разрешается, и перепроживается, я бы сказала, перепрошивается, да, трансформируется, реставрируется, как раз телесный опыт, который был необъясним, абсолютно логически. Да, и вот давай мы сейчас с тобой проговорим. Вообще вот в эту практику кому можно и вообще нужно, я бы даже сказала, идти? Можно и нужно в эту практику идти как взрослым, так и деткам. Есть форма детского добаюкивания, когда мамы добаюкивают собственных деток, но есть форма взрослого добаюкивания, когда взрослые женщины оказываются в роли дочки в данном случае, да, или сына, если это мужчина взрослый, и взрослая же женщина, или папа, если, да, это в роли отца. Ну, обычно мамы добаюкивают, так как внутриутробный период вынашивает всё-таки мама. Взрослая женщина в роли мамы добаюкивает малыша. Да, вот давай мы с тобой какой ещё момент проговорим. Вот, может быть, даже проговорить, смотри, вот тревожные люди, взрослые, с паническими атаками, да, с ОКР, да, это как бы, в принципе, как раз нарушение вот этого базового доверия миру, да, то есть вот даже как клинический психолог, да, можно с этим попробовать идти и поработать в теле, да? Безусловно, единственное, что нужно тогда предупреждать обязательно таким людям мастера, потому что паническая атака может активизироваться, обостриться в гамаке, и тогда надо понимать, скорее всего, я бы тогда рекомендовала, чтобы этот опыт был, может быть, личного добаюкивания, то есть не группового. Да, ибо мастер всё-таки должен владеть всей группой и быть поддержкой всей группе, и если у человека случится такое острое состояние, то, ну, на группе это может быть не экологично и небезопасно как для него, так и для всей группы, для мастера. И тогда я бы рекомендовала это в индивидуальном порядке проживать. Ещё, смотри, вот сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что подростки, да, например, ну, страдают анорексией. А это тоже один из показателей вообще вот к этому методу, к этой практике, потому что что у нас подростки, тем самым, когда они отказываются от еды, они отказываются от жизненной энергии, они как будто бы берут и начинают контролировать. Ну, от сексуальности отказываются. В итоге очень хорошее есть тоже исследование, да, когда именно вот это добаюкивание при анорексии подростков является, ну, как бы с такой очень действенной, продуктивной методикой. Ты в своей практике, когда принимаешь решение, что нужно, например, ну, рекомендуешь девушке... Девушке, женщине, я поняла, участвовать. Я веду, как правило, группы взрослые. Всё-таки моя специализация позволяет работать со взрослыми. Я рекомендую пойти в обоюкивание в роли дочки как раз за перепроживанием детства, особенно каких-то травматических историй. Часто женщины знают о своём тяжёлом перинатальном опыте, когда вставала угроза жизни маме и ребёнку. Разумеется, всё это отражалось и записывалось. Когда важно перепрошить образ внутреннего родителя не только с перинатальной точки зрения, но и с точки зрения раннего детства. Ведь если родитель был поддерживающим, то он сформировал внутреннюю опору. А если родитель был осуждающим, отвергающим, если мама, например, проживала свою беременность по типу такого отрицания, отвергания, игнорирования, да, и если детский период тоже родители были неподдерживающими, то и внутренняя фигура родителя формируется тоже такой неподдерживающей, скорее критикующей, ныне трудно опереться. И страдают то и контроль, и внутренние опоры. Контроль бывает избыточный, но внутренняя опора в дефиците. И тогда я женщинам рекомендую приходить и перезаписывать свою фигуру внутреннего родителя, становиться как бы самой себе мамой и папой, самой себе добрым, тёплым, уютным, сильным, поддерживающим родителям, формировать эту фигуру внутри себя и как бы перепроживать детство, создавая опору и снижая свой контроль. Также я рекомендую женщинам, которые ощущают дефицит любви, дефицит как будто бы потребность всё время быть признанными, быть оцененными, как будто бы всё время получать некую опору, любовь и одобрение из внешних источников. Напитаться вот этой силой и поддержкой, лаской и, конечно, укрепить базовое доверие миру для тех, кто тревожен, для тех, кто всё время думает, что нельзя расслабиться, нельзя верить. Можно верить только себе, нельзя верить миру, никому другому, партнёру. Это может нарушать отношения в семье с мужчиной, когда на него накладывается роль мамы или, наоборот, никак не может женщина довериться. И также я в роль мамы рекомендую приходить женщинам. Шикарная роль, мне кажется, каждый её тоже нужно прожить. А ты знаешь, самое интересное на моём опыте, так как у меня уже, наверное, с 18-го, если не ошибаюсь, года я веду эту практику, и я замечаю, что на роль дочек очень много женщин говорят, да, я хочу любви, я хочу быть договаюканной, я хочу ласки, я хочу в роль дочки. А вот на роль мамы женщины идут не особенно охотно, говорят, у меня самой это дефицит, и мне бы себя бы добаюкать, не то чтобы я кого-то бы пошла и дала бы этот опыт. Но на самом деле роль мамы, она такая нежная, она такая ресурсная, она настолько наполняющая, и сильная, и многогранная, согласна с тобой очень. Да, потому что мама становится как бы проводником, проводником вот этой любви, и как бы транслируя, передавая эту любовь, она как раз-таки учится не отрывать от себя кусок силы, любви, не отдавать из дефицита, из последнего. А она, вот я говорю, у меня прям мурашки от этого, потому что я проживала эту роль, и вижу, как каждый раз женщины удивляются. Что неужели такая роль мамы, такая многогранная, такая ресурсная, и она как бы учится не отдавать из себя последнее, приводя себя к выгоранию в реальной жизни, да, с детками, а она учится как бы пропускать и давать из изобилия, и учится этот поток любви сначала себя наполнять. Я бываю в роли бабушки, в роли праматери, иногда усиливаю, поддерживаю маму, учу маму сначала наполнить себя, а потом пропустить эту любовь к малышу отдать, ну, малышу условному, условному, да, 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 да. Это взрослый человек, который бывает в гамаке. И ещё очень здорово, тревожным как раз женщинам, которые думают, хорошая ли она мама, хорошая ли, достаточно ли она хороша, достаточно ли она заботится. Всё ли она правильно делает. Всё ли она верно делает, да. И это чувство достаточно хороша, достаточно хорошая мама, достаточно просто быть рядом. Просто быть рядом. Просто быть. Просто быть. Да. Просто быть рядом. И также на моём акушерском опыте я рекомендую эту практику женщинам, которые ещё не мамы. Они тоже часто снижаются и думают, нет, я же не смогу быть мамой, я же ещё не мама на самом деле. Это очень здорово. Женщинам с трудностями с зачатием, с трудностями с вынашиванием прийти и разрешить себе быть такой мамой, какая есть, достаточно хорошей. Да, вот тут я тоже читала очень хорошую статью. Оказывается, есть даже уже исследование, что женщины, у которых были сложности, например, с психологическим бесплодием, они проходят вот эту самую практику и чудеса случаются. Хотя на самом деле это не про чудеса, это про науку. Абсолютно. Хорошо. Вот есть такие истории, когда в эту практику попадают вселенский папа. И он ведь тоже не просто так, да? Можно, конечно, и без папы прожить многие истории, но это отдельная история. Давай про неё немножко тоже расскажем. Для чего эта фигура? Эта фигура, в моём понимании, в первую очередь для того, чтобы создать поддержку маме, чтобы мама ощущала опору, и ей легче было транслировать любовь малышу, который в гамаке, даже если взрослый человек там внутри. Эта фигура особенно, на мой взгляд, ресурсна для тех семей, для тех мам или для тех условных деток в гамаке, у которых семья в реальности не полная. И это возможность перепрожить, трансформировать опыт. А также, на мой взгляд, роль вселенского папа, она хороша тем, что это как будто бы некая сильная фигура мужского рода, какой бы она ни была в реальной жизни, она здесь перезаписывается в теле, в психике, формируется её образ. Экологичный и правильный. Экологичный, добрый, сильный, ресурсный, поддерживающий, на которого можно опираться. Ну и в какой-то степени можно сказать, что это некая такая высшая сила, мужская такая роль, очень сильная, мощная, на которую можно опираться в плане базового доверия миру вообще. Да. Причём, смотрите, вот этот опыт, который вы проживаете, он остаётся с вами. И вы, закончив эту практику, выходите совсем с другими ощущениями на телесном уровне, с другими ощущениями на психологическом уровне. И вот мне кажется, вот эта всё ещё история, она имеет свойство разворачиваться. Ну, по крайней мере, я на своей практике вот сейчас смотрю, да, с каждым днём какие-то новые-новые инсайты, с каждым разом другой взгляд на ситуации, людей, на события. В общем, стоит того, чтобы погрузиться в этот мир. По моим наблюдениям, эффект от этой практики, если женщина пребывает, ну, участник, да, любой пребывает в осознанности, но в основном это взрослых касается, то разворачивается около полугода, около шести месяцев, как бы как снежный ком, вот только в хорошем смысле, разворачиваются, распаковываются эти результаты. И по моему опыту личному, так как, естественно, прежде чем учиться, я тоже добаюкивалась, это ощущение телесное, как будто бы за спиной появляется некий объём, как будто рюкзак, что ли, но тоже в хорошем смысле, не тянущий, а наоборот такого объёма, опоры, такого вот очень качественного ресурсного опыта. То есть уже вот так вот прям простраиваешь, ты чувствуешь даже, вот женщины, например, у которой не сложилось, не сложились отношения с мужем, с отцом, ну как бы, да, и когда она проживает эту историю, она говорит, что ощущение, что вот всё, я полноценна, да, то есть вот даже вот этот отсутствующий папа, там, да, отсутствующий дед, там, да, и отношения с мужчинами, тем не менее, даёт ощущение полноты жизни, потому что теперь ощущение цельности. Ощущение цельности, ощущение, как будто бы, знаешь, право просто быть, никому ничего не доказывая, никому не соответствуя, не заслуживая любовь, а быть любимой просто так, потому что ты есть в роли дочки, или быть просто рядом и быть, ну, достаточно хорошей, просто потому что ты есть в роли мамы. Да, и вот тут прямо хочется ещё сделать знак восклицания, что мужчины, идите в эту практику тоже, потому что вы можете быть и в роли отца вот этого вселенского, и можете быть в роли сына, да, очень-очень-очень ресурсная такая роль, и вы тоже на своём собственном опыте проживёте очень многие интересные, увлекательные истории, которые будут для вас потом огромным топливом для вашей жизни, для ваших успехов, для каких-то новых открытий, да, себя и этого мира. В завершение нашей программы что ещё любишь прямо делать в телесных практиках, уже не про добаюкивание, да, что прямо как является для тебя вот таким хорошим, действенным инструментом, который помогает женщинам чувствовать себя здоровыми, любимыми, нужными? Ну, наверное, я сосоединяю сейчас в себе знания акушера-гинеколога, такую вкусную жизнь, женскую очень жизнь, и телесную психотерапию. И это давняя тоже моя любовь. Это вот такие три компонента, которые соединяю. Я люблю, когда женщина замедляется, когда женщина в осознанности, когда женщина уделяет внимание своему тазу и стопам. Ну, в силу профессии, конечно, я работаю с тазом и с тазовым дном, и для меня очень важно, когда женщина уделяет внимание своему тазу, своим стопам, своим ногам, бёдрам, животу. И для меня это очень всегда ресурсно, когда женщина погружается в себя и начинает о себе заботиться. Не из досадной необходимости, потому что надо заботиться о здоровье. Я всегда говорю, что я веду курсы и практики для того, чтобы влюбить женщин в себя и развернуть женщин к себе, не столько для того, чтобы дать какие-то знания или технические инструменты. Я люблю влюблять женщин в себя. И когда они влюбляются, появляются инструменты, они пользуются тем, что я даю, поэтому я люблю, когда у женщин горят глаза, и когда они влюблены во свой внутренний космос, свою внутреннюю вселенную, потому что внутри нас целый мир. Вот, Варя, я знаю, что ты ездишь и по России, и собираешь группы, и вот для тебя прежде всего с каждым разом, когда ты смотришь вот в эти глаза блестящие женщины, для тебя это про призвание? Для меня это про призвание, для меня это, наверное, про какую-то даже миссию, для меня это даже больше, для меня это про некое предназначение даже моё, про то, как будто бы, что проходит через меня, потому что то, как влюбляются женщины в себя, это, ну, невозможно дать на уровне ума, это возможно только включить на уровне состояния, и у меня это получается, зажигать в женщинах вот этот внутренний огонь, чтобы снова летали бабочки внизу живота, чтобы снова было тепло внутри тела, чтобы горели глаза, чтобы женщина влюблялась в свою внутреннюю космос. Вот смотри, великолепный мультфильм «Душа», да, смотрела, мне он очень нравится, когда мы понимаем ценность вот этого самого тела, то есть если девушка уже пришла в женском теле, вот это, знаешь, принятие, да, своей женской природы, принятие того, что ты часть вот этого огромного мира, оно дорогого стоит. Очень. Да, ну что, еще если у нас есть прямо несколько минут, да, может быть, что-то порекомендуешь посмотреть, почитать, что ты сейчас читаешь, в каких ты сейчас процессах проживаешь? Я, наверное, порекомендую посмотреть мультик «Недобаюканное» в первую очередь, чуть-чуть возвращаясь к теме нашей истории, я очень рекомендую посмотреть мультик «Недобаюканное» про то, как молодая женщина выходит замуж, такой краткий трейлер, выходит замуж и начинает предъявлять претензии к мужу все время, она все время плачет, она все время недовольна, как будто бы как раз выкладывая роль мамы и тот дефицит любви, который не дан ей, перекладывая это на мужа и пытаясь с него взять. И как мудрости хватает у него положить его в колбельку и добаюкать ее чужими руками, но тем не менее, и когда она становится добаюканной, доласканной, когда женщина сама напитывается ресурсом, и для меня в этом очень глубокий смысл, не только про добаюкивание, но и вообще про то, чтобы женщины не отрывали куски от себя, заботясь о мире, о близких, о работе, о детках, а сначала наполняли себя, сначала давали внимание в себе, вот как в самолете надень кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Если женщина заботится сначала о себе, если она в ресурсе, то ей легко заботиться, давать любовь, давать какую-то заботу, быть эффективной как профессионал и реализованной, если она внутренне наполнена сама, если ее тело в порядке, если ее чувства в порядке, если ее уровень жизненной силы, энергии тоже в порядке. Всем смотрим, все смотрим мультфильм Добаюкана, ну и ищите на социальных сетях Инстаграм, ВК, Фейсбук, Варвара Попова и Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях была врач-гинеколог, преподаватель телесных практик для женского здоровья Варвара Попова. Варя, спасибо тебе большое, очень увлекательно, интересно, и до новых встреч. Ну, а мы говорили сегодня на тему, как реконструировать базовое доверие к миру. Так что слушайте нас еще раз в эфире и всем здоровья, добра и любви.